всех приветствую на канале сегодня будем делать чтение запись блока име 1797 блок от вас с левой стороны у нас точки подключения данный блок делается без разбора с помощью подключения g5 контактов вот 31 и 32 основная шина подключения 56 плюс 12 вольт 16 контакт от cc 53 гнд канхай канлов 32 и 44 делать будем с помощью сканматик 2 pro и пцм флешер 71 модуль для того чтобы прочитать данный блок выбираем 71 модуль вот здесь выбираем 1762 флэш и 1762 и пром делаем идентификацию блок у нас подключен подано питание плюс 12 вольт нажимаем идентификация хотите ли управлять автоматическим управлением питания нажимаем да так как у нас от cc подключен через отдельный кабель блок выдал идентификатор и соответственно подключение у нас верное и мы можем его вычитать и вот здесь мы видим 1762 модель процессора нажимаем чтение хотите управлять автоматически нажимаем да и ждем когда зайдет в режим программирования все флэш у нас начал считываться давайте сместим окошечко вот сюда чтобы с левой стороны у нас осталось видно точки подключения данного блока чтение у нас происходит достаточно быстро будем делать одним кадром не будем ускорять видео будем записывать все как есть то есть вот это вот это было ускорение автоматически без моего участия то есть все в реальном времени давайте это дело сохраним на рабочий стол так а давайте даже сохраню в личный архив пусть будет закидываем это создаем папку подписываем ее так это у нас блок приоры м е 17 . 9.7 также есть блок 17 971 подключение у него одинаковая подключаемся просто по тому же принципу открываем папочку сохраняем это все дело можем сразу подписать что это флэш для тех кому будет это не ясно чтобы в дальнейшем можно было записано по сути это можно просто посмотреть по размеру файла но тем не менее давайте подпишем флэш есть сохраняем суммы контрольные корректные нажимаем ok программирование завершено нажимаем ok дальше нам нужно сохранить епром выбираем епром нажимаем можем идентификацию можем сразу нажать чтение это не принципиально так как блок питания у нас автоматически снимает питание с ацц нажимаем чтение нажимаем да все епром катас считывается гораздо быстрее и вот тут у нас уже подписан епром поэтому так и оставляем чтобы не путать сохранить нажимаем ok и тут нажимаем ok для записи данного блока не нужны никакие пароли ничего не нужно то есть по тому же принципу выбираем епром и флэш то есть записываем по порядку ну давайте начинаем с флэш и выбираем флэш нажимаем запись выскочила ошибка значит нужно обесточить блок все данного подаем питание ошибка у нас выскочила потому что я выбрал флэша у нас в программе стоит епром так выбираем флэш выбираем файл флэш и и нажимаем запись здесь он у нас просит либо выбрать пароль либо нажать автоматически в данном случае нам ничего не нужно выбирать оставляем все автоматически оптимизация процесса и нажимаем ok контрольные суммы корректно нажимаем продолжить до вот режима программирования проверка ну и пошла запись пропускает данные то есть это у нас запись калибровок если нам нужны именно полностью записать флэш нам нужно при записи оптимизация процесса снять галочку нажимаем снять нажимаем ok и напиши на заново пробуем записать все таким образом мы сейчас запишем полностью флэш то есть если вы пишете тюнинговый файл то достаточно нажать оптимизация галочка оптимизация процесса если вам прям нужно необходимо полностью записать флэш галочку эту снимаем запись в режиме реализации времени без ускорения то есть вот так вот достаточно быстро происходит запись все успешно нажимаем ok теперь записываем и промку выбираем и пром здесь тоже меняем на и пром не забываем нажимаем запись и тоже оптимизация процесса уберем он просто его перезапишет повторно так все успешно после чего можем сделать идентификацию все видим что блок на связь выходит все читается также можем посмотреть с помощью сканматик а выбираем вас двигатель 1797 либо 1797к на нашем случае 1797 можно в автоопределение сделать он сам подберет необходимый блок единственное что нам нужно переклик переключить питание в в блоке то есть вот этот вот vcc меняем на постоянные плюс 12 переподключаемся есть подаем питание все блок вышел на связь теперь нажимаем автоопределение через автоопределение сканватик немного дольше это делает но тоже самое он выполнит эту процедуру и найдет наш блок так нажимаем отмена у нас не подключен линия can чтобы сканматиком определить нам нужно еще кан линия давайте попробуем выбрать канватик can 1797к но скорее всего он не вычитает через него нам нужно будет подключить к линию отменяем подключаем к линию есть тут нажимаем отмена включаем блок питания автоопределение и как видим блок питания ой блок питания блок и был у нас выдал паспорт нашего и бу то есть можем посмотреть содержимое через паспорт дальше можем посмотреть ошибки это потому что у нас не подключены не подключен блок бу к машине поэтому выдает у нас такие кучу ошибок ну и также этот блок у нас принесли в ремонт его нужно будет еще вскрыть и поменять выходные входные ключи на которые управляют катушками зажигания вот тут как раз мы видим эти ошибки то есть первый четвертый третий по сути мы можем это все дело сбросить вот таким образом да все видите по ошибок по цилиндрам у нас нету то есть по катушкам зажигания соответственно сейчас это мы все дело еще перепаяем и будет все хорошо работать так также мы можем посмотреть переменные но тут особо этого не имеет смысла потому что у нас машина блок не подключен к машине так прописки воспламенения опять же на машине все это желательно смотреть ну то есть по сути мы можем через канматик продиагностировать данный блок то есть посмотреть выходит он на связи у нас или не выходит какие у него были ошибки если брать вручную то убираем вот 1797 и сразу он видите быстро заходит и читает если знаете какой блок то читайте непосредственно через тот блок который у нас заявлен так тут наверно все на этом с вами всеми прощаюсь вот у нас и и